А мы о парадоксе. Вот вселенная Марвел. Мега прибыльная история, но ее непосредственный автор особо не обогатился. Стэн Ли, вот тот самый, что придумал и Человека-паука, и Тора, и Черную Пантеру, в конце прошлого года ушел из жизни. И многих удивило, что его состояние оказалось скромным. Всего 50 миллионов долларов. Вот один только финал Мстителей собрал за пару дней в несколько раз больше. Да, я помню, Стэн Ли не раз судился. Его постоянно кто-то обманывал, пытался заработать на его идеях. Но комиксы – это такой же бизнес. Здесь нужна хватка. Вот, например, оригинальные рисунки из комиксов продаются не хуже картин великих художников. Цены могут достигать нескольких миллионов долларов запросто. Ими торгуют такие международные дома, как Сотбис и Кристис. И спрос, самое главное, есть. Хотя мне по-прежнему кажется это странным. Какая-то наскальная живопись и такие деньги. Можно подумать. Ты, в общем, дочки не читала историю про, как его, Тинтина, Тентена. Тинтина читала. Потому и считаю, что это больше детский формат. Но комиксы любят и взрослые. Просто в России комиксы стали набирать популярность не так давно. Лет 10 еще не факт, кстати. Не успели мы еще к ним привыкнуть, в общем-то, наверное. А мир давно и плотно на них сидит. США и Европа – это отдельный вид субкультуры, искусства. Взять хотя бы ту же Францию и Бельгию. Вот там комиксы читают, как книги с детства. И для них это не просто развлечение. Тот же Тинтин и его пес сочетаются официальными символами Брюсселя. Ни вафли, ни шоколад, ни пиво. Понимаешь? Имя Эржи, создателя Тинтина, для фанатов просто вообще святыня. Он, кстати, среди авторов комиксов самый дорогостоящий в мире. В 2015 году один из его оригинальных рисунков был куплен на торгах за 2,5 миллиона евро. Кстати, бельгийцы вообще, по-моему, считают, что это они изобрели комиксы. В Брюсселе даже многие фасады домов изрисованы героями и сюжетами комиксов. И туристы по специальной карте ходят потом, как квест это изучают. Там и магазинов комиксов много, и всегда есть покупатели. Вот ты, кстати, в курсе, что Джордж Мартин свою «Игру престолов» тоже придумал, вдохновляясь комиксами? То есть очевидно, что эти, на первый взгляд, примитивные картинки оказали колоссальное влияние на мировую культуру. США по ним пишут научные работы даже. То, что снимают фильмы, это уже само собой разумеюще. А еще делают мерч, фестивали проводят и так далее. И все же, в чем секрет такой популярности? Почему эти простые, на первый взгляд, картинки так зацепили мир? Мы становимся примитивнее или в комиксах скрыто нечто большее, чем видится на первый взгляд? Ну, хорошо. Давай поговорим об этом с Александром Куниным, руководителем Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодежи. Почему вы улыбаетесь, Александр? Здравствуйте. Рад вас видеть тоже, если вы мне приветствовали. Добрый день. Благодарим за то, что нашли время. Да. Вы хотите узнать, почему комиксы так популярны в мире? Я бы, давайте, знаете, начало бы с чего. Появляется ли экономический смысл в том, чтобы издавать и переводить комиксы в России? Вот давайте усложним задачу. Да, сегодня это достаточно прибыльный бизнес. Например, в нашей стране на сегодняшний день существует порядка 30 издательств или редакции в крупных издательствах типа XMO и AST, которые специализируются непосредственно на переводных, а некоторые даже и на отечественных рисованных историях. Почему я говорю рисованные истории? Потому что под комиксами я подразумеваю в первую очередь продукцию американского рынка, рисованные истории, это и Бандесине рисованная лента европейский формат, и манго, и наши отечественные продукты. Угу. Послушайте, ну вот я знаю нечто другое, да, что в нашей книжной культуре принято некое пренебрежительное отношение к комиксам. Считается, что это нечто не способствующее развитию воображения, что комиксы развивают только пресловутые клиповые мышления. Это что уже в прошлом? Это все как бы или миф? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, ну это все стереотипы. Мы на любую тему можем придумать с вами массу стереотипов, и они легко тиражируются. К примеру, в Америке в 50-е, 60-е годы, когда была такая борьба за власть в комиксном мире, с одной стороны, а с другой стороны, борьба с коммунистической угрозой, то комиксы вообще назывались пропагандой коммунистов. Только хотел спросить у вас. Да, этот штамп хорошо шел. Что касается реальной обстановки, то тут нужно исходить из других вещей. Во-первых, вот вы говорили сегодня о таком популярном проекте, который, да, вот у нас на глазах развивается. Мы живем в глобальном кинотеатре, и поэтому важны те проекты, которые пронизывают все фрагменты, все элементы общества. Комиксы именно такой продукт. Они есть и в виде книг, и в виде персонажей, которых можно использовать в отрыве от самого комикса, персонажи, которые могут не быть связаны с самим комиксом, но хорошо работают как персонаж кино и так далее. Что касается современности, то тут очень важно говорить об индустрии. Почему в России появилась индустрия рисованных историй? Потому что сегодня у нас есть и те, кто эти комиксы создают, и те, кто их издают и продают, профессионально, специализированное издательство есть, и специализированные книготорговые магазины, Чук и Гик в Москве, чего стоит. И, конечно же, есть те люди, которые способны грамотно об этом говорить, как мы, например, Российская государственная библиотека для молодежи. Сегодня по нашей стране существует более 20 специализированных библиотек и центров комиксов. Это и Москва, и Калининград, и Петербург, и так далее. Александр, я простите, я перебиваю его. Несколько лет назад в Свердловской области был скандал с японской мангой «Тетрадь смерти», если помните. Вот родители тогда считали, что история доводит детей до самоубийства. «Комиксы несут в себе определенную долю агрессии». Литература несет в себе определенную долю агрессии. Кино несет в себе определенную долю агрессии. А что касается театра, вспомните скандалы вокруг театра. Нет, друзья, рисованные истории или комиксы, или манга, как «Тетрадь смерти» — это произведение искусства, это отдельный язык, способ рассказывать историю. Главный вопрос, кто эту историю создает и с какими целями. Отлично. Российские комиксы — это адаптации западной истории, или у нас появились и есть уже свои оригинальные сюжеты? Мне неприлично об этом говорить, потому что это реклама конкретных издательств и конкретных авторов, но я скажу. Обратите внимание на книгу Ольги Лаврентьевой, которая называется «Сурвила». Это история о блокадном Ленинграде, история, построенная на воспоминаниях бабушки, художницы. Это блестящая вещь. И да, автор понимал, зачем он это говорит и с какими целями. Поэтому в книге вы не увидите ни дурного образа наших властителей, ничего такого. Но вы увидите живых людей, реальную жизнь. И это блестяще, это наш продукт. Скажите, а пользуются ли наши сюжеты спросом? Ведь комиксы, прежде всего, ассоциируются у нас с супергероями, да? А супергерои эти не наши? Конечно. Вспомните историю про Тюмена. Замечательный персонаж, замечательный локальный проект. Супергероика – это жанр. Мы можем использовать этот жанр как нам угодно. И супергероика как жанр, да, он блестяще развился в Америке, но его также широко и хорошо использовали и в Европе. И тот же Тин-Тин или Тантан, он вполне себе носит супергеройские элементы. К примеру, тот самый его костюм, внешний вид. Почему бы не назвать это фрагментом канона? Поэтому вполне. И еще важное замечание. Сейчас, может быть, на фоне общей политической атмосферы, может быть, здесь какие-то другие механизмы сработали, но среди гиков, так называемых поклонников компьютерных игр, комиксов, киносериалов и так далее, сейчас поднимается волна интереса к отечественной истории. К отечественным героям, ну и, соответственно, к отечественным образам. Я поэтому и спросил, пользуются ли наши, наши, вот рожденные у нас, здесь рожденные и нарисованные герои. Кто сейчас читает комиксы в России и есть ли у них будущее? Видите ли вы его? Да, безусловно, но нельзя связывать будущее рисованных историй в России исключительно с книжным форматом. Поскольку сейчас они существуют и прекрасно живут в интернете, как веб-комиксы, комиксы активно выходят за рамки своего такого книжно-журнального формата и превращаются в моушн-комиксы, в пространство современного искусства, в пространство даже политики. Александр, мы благодарим вас. Александр Кунин, руководитель Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодежи, был на прямой связи с нами из нашей студии в отеле «Арадхэт». «Арадхэт» мы вместе с ним нарисовали на комикс, на будущее комиксов в России. Вышло неплохо.